Привет, друзья и гости моего канала! В сегодняшнем обзоре будет мой заказик от Estee Lauder. Вот в таких коробочках красивых, кто получает заказы, выписывается их официального сайта, то приходят вот в таких классических синих коробочках все заказы. Итак, давайте посмотрим, что же я заказала. Собственно говоря, у меня здесь немного и как раз на это будет обзор. Отдельно хочется отметить вот эту губную помаду, которая шла в подарок к этим духам. 75 лет, Estee Lauder, в 2021 году и при покупке любой, по-моему, продукции, просто вкладывался подарок на их официальном сайте. Ну, шикарная помада, начну, все-таки покажу вам эту помадку. Которую они вкладывали в заказ. 540 оттенок губной помады. Это тот самый классический красный оттенок губной помады. Слушайте, шикарная. Шикарная помада. Ой, простите, прекрасная. Прекрасно выглядит. И на самом тюбике-футляре тоже выгравировано 75 лет. Это Estee Lauder. Магнитный кутляр у помады. Сразу слышите, как он примагничивается, щелкается. Ну, здесь все красиво, все эстетично. Везде, конечно, написано Estee Lauder. И вот она сама, красная помада. Полноразмерный продукт. Вот. И как раз-таки красота. Ну, чем мне нравится, как говорится, тяжелый люкс, это своим исполнением. Конечно, красиво все стильно, все красиво. Итак, это была губная помада, которая... У них частенько на сайте, кстати, бывают такие акции, что-нибудь, да, в подарок полноразмерный. Вот как, например, к 75-летию. У них вообще была выставка, по-моему, в гуме в Москве, посвященная 75 лет. Как раз осенью, осенью этого года. Вот. Estee Lauder. Итак, это мы посмотрели. А, собственно говоря, обзор-то мой будет на знаменитую водичку No Wing. Это классический шипровый аромат. И, знаете, с годами я все больше и больше... Я его уже здесь открыла. Так вот, с годами я все больше и больше начинаю любить и покупать классические ароматы. Есть новинки, но есть старая добрая классика, которая меня не отпускает. И я пополняю свою коллекцию парфюмов именно классическими ароматами. Нестареющей доброй классикой, которая во все времена звучит прекрасно, носибельно. И все остальные современные туалетные там парфюмерные водички, они как раз таки идут из классических. То есть берется классическая пирамида и что-то добавляется новое, но звучание легко угадывается. Так вот, у меня объем 30 миллилитров. Впервые этот аромат вышел в далеком 1988 году. И, скажем так, ретро-флакончик он остался и до сих пор. Вот такой вот дизайн, ребристый. Флакончик у него чисто классический шипровый аромат. И мы сейчас посмотрим всю его пирамидку, как он выглядит. Скажу от себя, что вот прийти к нему, не каждому он понравится, нужно до него дойти. Вот я говорю, я как-то тоже не сразу улавливаю шипровый аромат. И вообще, скажу честно, это первый шипровый аромат, который зашел с первого, скажем так, пшика. Вот просто он мне понравился. Обычно я к ним отношусь вот к шипровым, вот так, на расстоянии. То есть я тестирую их. Ну, вот как-то тяжело они мне заходят. А вот этот вот, он мне как-то просто без затеста в магазине. Я выписала с их сайта, и мне он понравился. Мне понравилась сама пирамида, что это классический аромат и носибельный. Носибельный именно поздняя осень, зима вот сейчас и ранняя весна. Вот это время как раз шипровых ароматов, в том числе и Кноуинг от Тести Лаудер. Прекрасный. 30 миллилитров малюсенький. Давайте пробежимся с вами по его пирамидке. Так вот он выглядит. Золотистый бутлярчик. Здесь он весь такой резной. Вот. Итак, рассмотрим поближе. Итак, рассмотрим же поближе наш Кноуинг. Флакон сделан из прозрачного стекла, крышка пластиковая, легко снимается. Распылитель вообще без нареканий, прекрасно работает. Сам флакон, прозрачное белое стекло, в неправильной форме. Как видите, у него граненая форма. И вот такие под углом грани, знаете, напоминают как будто платье во время танца. Вот такое. Давайте теперь посмотрим заявленные ноты. Построение этого аромата чисто классическое. И оно состоит на трех ступенях раскрытия. Верхние ноты у Кноуинг это роза, тубероза, мимоза, слива и смолосеменник. Средние ноты идут здесь жасмин, почули, цветы апельсина. Базовые ноты это дубовый мох, ветивер, сандаловое дерево и амбра. А направление идет цветочное древесное. Как сами понимаете, это чисто классический шипор. То есть он на все 100% соответствует содержимому своего флакона. Сам аромат, как и сама упаковка, в которую он упакован, пронизан духом ретро. То есть это, несомненно, самое есть старая школа в хорошем смысле слова. Как я и говорила, это чисто классический аромат. Многие пишут в отзывах, что это напоминает бабушкин комод, там, нафталин. Нет, друзья мои, это чисто классический аромат, чисто шипоровый. Образ голливудской дивы со стажем аромат. Очень цельная композиция. Не просто раскрывается по нотам, но вот вроде как сначала обволакивает таким вот влажной, горькой зеленью и мхом. Также звучат и цветы, герани легко прослеживаются, роза. Это самое начальное впечатление, которое при первом распылении, который мы, собственно говоря, и первым вздыхаем. Ноувинг как бы дает нам понять, что мы не из робкого десятка. Кто может носить этот парфюм достойно на себе. Чуть позже идет уже такой тянучий, темный мед, сладкий, похожий на гречичный. Он очень терпкий и практически не дает сладости, как обычный мед. Ну и, скажем, вишенка на торте у Кноувинг. Это альдегидная составляющая, которая раскрывается и проявляется спустя 15-20 минут после того, как мы нанесли этот аромат на себя. Роскошный люксовый аромат не удешевляет ни в коем случае, а напротив дает этому аромату как раз-таки ту заявленную статусность классического парфюма. Далее он раскрывается согревающими специями, шафраном, кардамоном, гвоздикой, которые входят в его состав. Как и на старте этого аромата, слышатся цветы, преобладает, конечно же, жасмин его ни с кем не спутать, но и нероли. Такая вот специфичная композиция у этого аромата. Базу составляют землистые, такие как пачули, которые подчеркивают меланхоличное и строгое звучание самого аромата. Они обрамлены в соответствии с мхом, смолой и различными, скажем так, древесными деревяшками. То есть они как раз-таки рождают ассоциацию с осенним лесом, там дождливые дни, ну и зимой это согревающий аромат, который не оставит равнодушным любителей классического шипра. Стойкость, ой, стойкость вообще ошарашивает. Томопомрачительная стойкость у этого парфюма на холодной коже, он держится весь день и остается слегка также ощутим после душа, его не так-то просто, знаете, смыть с тела. Ну, а про волосы и про одежду я вообще молчу, потому что он будет сидеть вплоть до мытья или стирки одежды, соответственно. Поэтому любителям, кто любит, скажу, обливаться по полной из флакона, вот этот вариант не подходит. Ноуинг, конечно же, не даст, убьете всех окружающих на повал. И вместо восторженных будете наоборот встречать, что батюшки, да что же вы сделали, как вы обрызгались, облились непонятно чем. Поэтому доза минимальная, один пшик этого, поверьте мне, предостаточно, чтобы достойно носить на себе этот шикарный классический аромат. Также у него содержатся мыслянистые следы, он оставляет, поэтому аккуратнее, аккуратнее с одеждой. Если любите распылять на одежду, то смотрите, чтобы не было никаких вам, скажем так, сюрпризов от этого аромата. Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать, и так уже много наговорила. Знаете, еще самое интересное, вот этот классический аромат, он как бы заявлен чисто женский, да, ноуинг, женский аромат. Но его легко могут носить и мужчины, вот легко. Что для мужчин, что для женщин, он прекрасно подходит. Для кого по возрасту, не думаю, что совсем молоденьким девочкам, нет, вот это не для них. Каждому, как говорится, аромату свой возраст. Это более такие статусные, уже чего-то достигшие, мужчины и женщины, знающие, как говорится, цену в жизни. Далеко не юные, то есть юные не могут оценить шипар старой школы с уклоном все-таки же на ретро. Вот это ретро-уклон идет у этого аромата, поэтому я рада, что он у меня появился наконец-то в коллекции, и я рада, что у меня произошла любовь к этому шипровому аромату именно с первого его пшика. Вот так масло масляное получилось, но именно так. Так что у кого есть он в коллекции, пожалуйста, делитесь в комментариях. Я с удовольствием прочитаю их, узнаю, кто же любит этот классический шипар, а кто его, может быть, кто-то и ненавидит, кому-то он не зашел, и это нормально. То есть каждому аромату своя хозяйка или хозяин. Пишите в своих комментариях, делитесь отзывами. До новых встреч, до новых приятных полезных обзоров. Надеюсь, они вам помогают совершать покупки, определяться с чем-то. Все, у меня на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok